Бал медалистов состоялся на прошлой неделе отличников в этом году 78. Глава района Андрей Кулаков еще раз поздравил выпускников с успешным окончанием школы. Футболисты клуба «Сатурн» стали обладателями серебряных медалей профессиональной футбольной лиги. Их награждение также прошло на днях в КДЦ «Сатурн». В Борисоглебском же состоялся форум «Управдом». Среди основных тем – капитальный ремонт, ремонт подъездов и благоустройство. На нем присутствовали жители, руководители управляющих компаний, но почему-то отсутствовали главы поселений. Это наши общие проблемы, общие вопросы, которые действуют на территории всего района. У нас и капремонт идет по всему району, и подъезды мы ремонтируем везде, и благоустройство в том числе. Поэтому такие форматы нужно, конечно же, посещать и участвовать в этом, потому что это наше общее дело, получается так, что все будет дело только района. Руководители управляющих компаний доложили – ремонт подъездов продолжается, обстановка в штатном режиме, сбоев в работе нет. По-прежнему остается острой тема отключения электроэнергии после погодной стихии, когда без света остались более 20 населенных пунктов. Наиболее пострадавшими считаются поселения Ганусовское, Никоновское, Рыболовское и Ульянинское. Устранить последствия обещают в самое ближайшее время. Сейчас занимаемся локальными заявками по 0,4 кВт. Таких на сегодняшний утро порядка 30 заявок было. К нам дополнительные силы стянуты, там, в других районах южных экречесетей и восточных экречесетей. Линии застраивают, но земля продается, линии застраивают. Получается, линии оказываются на частной земле, люди не опиливают свои деревья, потому что там яблони и так далее, и, естественно, падение деревьев и потом вот такие последствия. В поселке электроизолятор Ново-Харитоновского поселения в минувшую субботу открыли новую благоустроенную детскую площадку. Там же в Ново-Харитоновском поселении состоялся футбольный матч. У нас в районе нет такого футбольного турнира. Леонид Владимирович где-то не может. Надо об этом подумать, потому что, например, в Ново-Харитоновском регионе участвуют в Варихово-Зойском футбольном команде. Я вообще не понимаю, почему. Кто бы мог поднимать, у кого команда есть футбольная, у тебя это руки. Целая чемпионат. В чемпионат России можно организовывать с такой количеством команд, 16 команд можно добавить, а то и больше. Поэтому это нужно обязательно сделать, нужно обязательно организовать. Тем более у нас есть уже поля, идеи играть есть практически в каждом поселении. В предстоящую субботу в городском парке состоится районное мероприятие «День семьи, любви и верности». Об этом рассказала Ольга Борисовна Егорова. В рамках этого праздника у нас будет проходить фестиваль-конкурс «Ладья счастья». Поэтому все родители, бабушки и дедушки могут прийти с детьми со своими колясками и транспортными средствами, которые наши родители очень интересно каждый год украшают. Всех участников ждут призы и подарки, будут и победители, и гран-при. Екатерина Алафимова, Алексей Гущин для программы «Городские вести». Объяснение.